Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сейчас, в период, в самый разгар лета, меня завалили вопросами, почему скручиваются листья у томатов. И вот я пришла в теплицу, чтобы поговорить именно на эту тему, потому что многих волнует, люди не знают, что это такое, это заболевание или это какие-то вредители. Я скажу одно, что причин скручивания листьев томатов очень много. И вот многие мне пишут, задают вопрос, почему у меня крутятся листья томатов. Я вам скажу, что заочно вам никто не ответит. Вам нужно, я сейчас вам дам информацию, несколько причин назову, их очень много. И вы сами должны очень внимательно проанализировать каждый свой шаг ухода за томатами, понаблюдать за своими томатами, осмотреть все кусты и найти причину, по которой скручивается листья томатов. Определить самостоятельно, потому что я не знаю и никто не знает, какие удобрения вы вносите, как вы поливаете томаты, какая у вас погода. Поэтому вопрос, почему у меня скручиваются листья томатов, я считаю вообще даже некорректным. Но никто в личный, в ваш огород не может зайти и заглянуть как-то и сказать вам, вот это такая-то причина. Даже если кто-то вам даст ответ, он наверняка будет неверным. Я сейчас назову все причины, по которым крутятся листья томатов, а вы уже сами подумайте, тщательно вспомните, что вы делали из названных причин, какие у вас есть факторы из названных, и тогда поймете причину вашего скручивания. Самая первая причина это высокая температура, особенно в теплицах. Вот я сейчас не могу найти скрученный лист, хотела вам показать, но если зайдешь сюда днем, вот сейчас 7 утра, уже жарко, зайдя сюда днем, я вижу листья скрученные лодочкой. Вверх. За ночь они раскручиваются. Если такой у вас тип скручивания, днем они скрученные, а ночью они разворачиваются, значит все нормально. Листья так реагируют на высокие температуры. Особенно в теплице, при повышении температуры выше 35 градусов, у листьев томатов скручиваются, поднимаются вверх. Вот сейчас видите, они не скрученные, я не могу вам даже показать. А, вон где-то есть один листик, вижу. При повышенных температурах они вот так вот скручиваются лодочкой. Потом они снова разворачиваются ночью, и когда захожу я утром, я вижу нормальные, хорошие, развернутые листья. Это не опасный вид скручивания. Потом, скручивания могут быть, если вы изначально при пересадке нечаянно повредили корень или стебель. Тогда корень не может, как поврежденный корень, не может вполне впитывать питательные вещества из земли. И вот эта нехватка питательных веществ сказывается на том, что листья у томатов начинают скручиваться трубочкой. Это растение так реагирует на недостаток питательных веществ. Потом он может быть войдет, ну как в свой обычный режим, и скручивание прекратится. Дальше. Удобрения. Или, вот смотрите, растения такие интересные. Или недостаток удобрения, или избыток удобрения, они реагируют одинаково. Если у вас недостаточно удобрения, бедная почва, там не хватает микроэлементов, крутится лист у томатов. И если вы перестарались при пересадке или при подкормках, перекормили удобрение, оно тоже будет реагировать точно так же, скрученный лист. Поэтому, вот смотрите, как может посторонний человек вам ответить, почему крутится лист. Вот, например, я, мне пишут, почему у меня скручиваются листья? Я же не знаю, сколько вы положили удобрений, или у вас недостаток удобрения, или избыток. Оба эти фактора одинаково растения реагируют. Они показывают вам, что что-то вы делаете не так, скручивается лист. Во-первых, если много азота весной, переложили, например, навоз, перегной, там коровяк, когда много азота, он не дает растению впитывать калий и фосфор. Тут вы можете помочь своим растениям, если вы сами про себя, как анализируете свои шаги, если вы знаете, что вы весной вносили азоттосодержащие удобрения, и их много в почве, значит, растению это плохо. Разведите 200 грамм золы на ведро воды, полейте растения, и тогда в почве появится калий и фосфор, будет впитываться, и лист, возможно, развернется. Если не хватает меди, можно опрыскивать медным купоросом профилактическое. Вот из-за питательных веществ, из-за нехватки или из-за избытка, тоже может крутиться лист. Неправильное подсинкование тоже может быть причиной скручивания листа. Некоторые садоводы очень стараются, усердствуют, высаживают, обрезают много листьев. Водный баланс в растении нарушается, растение моментально реагирует, скручивается лист. Нарушение режима полива, так же, как питательные вещества, и перелив, и недолив сухая почва, одинаково растение реагирует. Если не хватает влаги, лист закручивается. Если вы переливаете, лист тоже закручивается. Потом могут быть и болезни, и насекомые. Тут уж вы сами должны просмотреть все свои листья. Болезни обычно или насекомые начинаются с нижних листьев. Вот опускаетесь и начинайте исследовать, нет ли у вас белокрылки, тли, паутинного клеща. Все-все обследовали. Если нашли, нужно обрабатывать инсектицидами от насекомых. Есть народные средства. Крутой отвар ромашки или настой табака. Это насекомые. Если болезни, их тоже видно. У них есть свои признаки первичные. Но сегодня я подробно говорить все не буду. Сегодня я вот именно хочу вас убедить в том, что вы сами должны внимательно проанализировать каждый шаг по уходу за своими растениями. И если скручивается лист, ищите проблему. Кроме вас, вам никто не скажет. Я еще раз говорю, если даже вам кто-то скажет, у вас это или это, это не обязательно правильно. И скорее всего, это неправильно. Вспоминайте, что вы делали, что вы делаете не так. Вот сейчас я на улице, у нас аномальная жара, я часто поливаю. У меня начали скручиваться листья у томатов. И я вот даже сама не могу понять, или это от жары, или от того, что я их переливаю. Ищите причину. Я напишу подробную статью на эту тему. Это вопрос очень важный. Особенно начинающим. Нужно все разобраться до мелочей. А не так, что листья скрутились, значит, оно заболело. Иногда это просто повышенная температура. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет. Город Бейск, Алтайский край. Статью напишу подробную. И заранее диагнозов не выносить, ничем не поливайте, ничем лишний раз не опрыскивайте томаты. Еще раз повторю. Возможно, крутится листь просто от жары. Возможно, они у вас не больны, здоровы, никаких нет насекомых. Лишний раз не травите свои растения всякими препаратами. До свидания. Будем выращивать экологически чистый урожай. Как можно меньше химикатов. До свидания.